МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Лучший из лучших, кто из рязанцев получит почетные звания. Чистота воцарилась ненадолго. Рюминский пруд планомерно загрязняют. День города близко. Какие сюрпризы ждут рязанцев? Звание почетного гражданина Рязани в этом году присвоят ветерану Великой Отечественной сотруднику музея ВДВ Владимиру Инюцину. Такое решение приняли депутаты Гордумы на очередном заседании. Напомню, чествование происходит на дне города. Какие еще вопросы рассмотрели на заседании, расскажет Дина Исляева. Один из главных вопросов в повестке внесения изменений в бюджет. Корректировка вносится в связи с предоставлением субсидий из областного бюджета. За счет остатка собственных средств и перераспределения финансирования почти 12 миллионов было направлено на проектирование пристроек для размещения ясельных групп в детских садах. Эта мера позволит решить проблему с нехваткой мест для детей двухлетнего возраста. Сейчас ведется проектная работа. Как только проекты будут сданы, всеми организациями, которые в этом процессе участвуют, проконтролированы. И после этого начнется строительство. Пристройки планируется сделать к пяти детским садам – 154-му, 139-му, 150-му, 106-му и 146-му. Еще одна важная проблема для города – состояние муниципального транспорта. Вопрос об автоколонии 1310 депутаты снова подняли во время обсуждения финансовой деятельности муниципальных предприятий за 2017 год. Как отметил глава муниципального образования, председатель Гордумы Владислав Фролов, ситуация с транспортом на особом контроле у народных избранников. Конкретные шаги по оздоровлению экономической ситуации в данных муниципальных предприятиях. Я думаю, что получится все, потому что мы все переживаем за это. Хотим, чтобы муниципальный транспорт работал, был в приличном состоянии. Также на заседании депутаты утвердили список рязанцев, которых наградят медалями Надежды Чумаковой. Это работники культуры, спорта, образования, транспорта, ЖКХ, соцподдержки, благоустройства, строительной и экономической сферы, которые внесли значительный вклад в развитие города. В списке 11 имен все они получат награды в рамках празднования Дня города. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Одна из важных и крупных строительных площадок города – это, конечно, реставрация площади Ленина. Архитекторы обещают не только строительство тротуаров, но и новых развязок. Как относятся к нововведениям водителей, узнаете в нашем следующем сюжете. Проект реконструкции площади Ленина многие рязанцы назвали «смелым». Крупный ремонт, который изменит не только дорожную развязку, но и пешеходную зону. Во время голосования по проекту «Комфортная городская среда» большинство рязанцев проголосовали за изменение центральной площади города. Территория там небольшая, и архитекторам следовало учесть не только интересы водителей, но и пешеходов. К тому же, именно на площади Ленина планируют проводить большие всероссийские и рязанские праздники. Однако, все это повлекло за собой и изменения в дорожной сетке города. Например, теперь с улицы Горького поворот будет только направо, и проехать в центр не получится. Правда, многие объездные дороги останутся. Профессиональные преподаватели считают, что такие изменения пойдут площади только на пользу. Что касается транспортного потока, как это будет, будет ли это полезно, эти изменения, все-таки покажет время. Хотелось бы, чтобы было предусмотрено больше парковочных мест для транспорта, для тех, кто будет желать посетить эти места отдыха. Но я думаю, что в всяком случае это будет лучше, лучше, чем в настоящий момент есть. Сейчас на площади Ленина вовсю кипит работа. Задача одна – успеть к дню города. Уже уложена часть тротуарной плитки, а по будущему асфальту вовсю ездит спецтехника. Здесь же мы спросили водителей, как они относятся к изменениям в дорожном плане. Мнения их разделились. Ну, я думаю, что удобно, я смотрел уже там в новостях, и все, да, неплохо. Время покажет, пока еще сам не пойму. Видел в интернете фотографию, но пока с трудом представляю. Скорее всего, удобнее, потому что здесь вообще был узкий проезд, вообще не проедешь. И не пройдешь, это уже для пешеходов. Хорошо это или плохо, пока неизвестно. Ясно одно – предложенная схема смелая и инновационная. К тому же водители надеются, что в любом случае все можно будет подкорректировать. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Материнский капитал планируют увеличить. Правда, произойдет это не раньше 2020 года. Об этом сообщил и вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии по социально-трудовым вопросам. Сейчас материнский капитал составляет чуть больше 453 тысяч рублей. При этом индексация не проводилась с 2015 года. Напомним, что средства можно потратить на улучшение жилищных условий, формирование накопительной части пенсии матери или образование детям. Выплата является формой поддержки при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Его чистят, а он все равно зарастает в грязи. Совсем недавно закончились работы по очистке рюминского пруда. Работы проводились в первую очередь для людей. Вот только нужно ли это самим рязанцам, если то и дело жители города используют пруд как помойку? Вместе с утками плавает мусор и старые доски. Рюминский пруд снова превращается в помойку. Рязанцы, гуляющие в Центральном парке культуры и отдыха, заметили в водоеме посторонние предметы. Доски, предположительно, ранее служили мостом к фильтрующим сооружениям. Теперь утки выходят на них, чтобы почистить перья. Птицам может быть и удобно, но для пруда пользы от этого никакой. Конечно, негативно мы к этому относимся. Хочется, чтобы было чисто, красиво, чтобы детям было приятно здесь гулять. Хотелось бы, чтобы было все обустроено. Тем более, потенциал есть. Как бы и пруд, и зеленая зона прекрасная. Не понимая, чего не хватает, там вроде денег выделяют прилично на все это дело. Не следят, дамбы какие-то настроили, а так очень грязно. Стоит отметить, что пруд чистили в начале лета. Активисты привели в порядок береговую линию протяженностью полтора километра. Нашли там автомобильные шины, пластиковые и стеклянные бутылки, пластиковые пакеты. Всего вывезли 15 кубометров мусора. Тогда же в Минприроды региона заявили, что субботники на берегу пруда будут проводиться регулярно. Денис Леев, Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Каждый год в День города Рязани появляются новые уникальные проекты, авторами которых часто являются сами горожане. Также в Рязани пройдет международный форум древних городов, которым свыше 500 лет. Основная задача – показать наш город современным, развивающимся и перспективным. Поэтому в текущем 2018 году праздник должен быть особенным. Что ждет рязанцев, расскажет Валерий Седов. Праздничная программа «Дня города» включает в себя сразу три дня. Начнется праздник 2 августа. День будет полностью посвящен войскам ВДВ. С самого утра 2 августа на территории Рязанского Кремля пройдет молебен во славу города Рязани. После – торжественный прием с участием почетных граждан города и вручение высших наград. На территории стадиона ЦСКА пройдут военно-спортивные праздники. Здесь рязанцы смогут увидеть прыжки с парашютом, выступления роты почетного караула, а также показательные выступления по рукопашному бою и многое другое. Подготовка ко дню города идет по нескольким направлениям. Благоустройство, праздничное оформление, мероприятия спортивные, культурные направленности, фестивали, конкурсы, информационное сопровождение. Конечно, как всегда, активны ТОСы. В каждом районе города реализуется проект «Таланты нашего двора». Следующий день – 3 августа, день спортивный. Самое главное и яркое событие будущей пятницы – это товарищеский матч между командами правительства и администрацией Рязанской области. На улице Почтовой пройдет фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2018». В нем примут участие музыкальные группы самых разных направлений, а также художники и поэты. В настоящий момент подано больше 70 заявок. На танцверанде ЦПК и О пройдет известный рязанский проект под названием «Беседка». Он пройдет в уличном формате и призван объединить любителей дворовой песни разных поколений. 4 августа, в день города, рязанцев ожидают сразу несколько мероприятий. Для молодежи будет интересен второй фестиваль современного искусства «Параллели», который откроется в фотодоме. Его участниками станут художники, фотографы и дизайнеры разных возрастов. Впервые в Рязани пройдет гастрономический фестиваль под названием «Кухня Рязанского края» на Лыбецком бульваре и улице Почтовой. В этом фестивале принимают участие все лучшие шеф-повара ресторанов города Рязани. Они дадут мастер-классы. Они расскажут о том, как питаться правильно, как питаться с наибольшей степенью полезности. Будет отдельно работать интерактивная площадка спортивного питания. Всю еду, по словам администрации города, можно будет попробовать бесплатно. Еще одно нововведение – это фестиваль туристических маршрутов. Горожане смогут пройти по 15 разным маршрутам, таким как историческая Рязань, семейная Рязань и многое другое. Записаться на них можно уже сейчас. Также пройдет парад городской техники «Рязанский автофест». Он покажет динамику развития городского транспорта. Парад пройдет по маршруту Площадь Победы, Первомайский проспект и Площадь Ленина. Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня города, пройдет на улице Ленина в 21.00. На сцене выступит заслуженный артист России Олег Газманов. В 10 часов вечера начнется праздничный салют. А буквально через 10 минут рязанцев ждет еще один сюрприз – шоу под названием «Танцующие фонтаны». Представители администрации города не раскрывают подробностей. Они только обмолвились, что это не единственный подарок для горожан. Администрация города рассказала, что на празднование Дня города было потрачено 2 миллиона рублей. Часть денег вне бюджетная. Конечно же, мероприятие такого масштаба изменит движение и городского транспорта. Обо всех нововведениях можно будет узнать на сайте администрации города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Нахождение в России лиц, освободившихся из мест лишения свободы, признано нежелательным. Для некоторых иностранцев въезд в Россию будет закрыт на 5 лет. Виной всему преступления, которые они совершили на территории нашей страны. Подробности далее. Всего депортировали 6 человек. При этом все из них ранее были осуждены в России за различные преступления и находились в центре временного размещения иностранных граждан управления МВД. В сопровождении полицейских иностранцы выехали в Москву в международный аэропорт Домодедова. После чего их отправят каждого в свою страну. Депортацией является принудительной высылкой в случае прекращения законных оснований для дальнейшего пребывания иностранного гражданина в России. Шестеро депортируемых граждан Армении, Молдовы и Белоруссии отбыли наказание в исправительных колониях. После чего Министерство юстиции Российской Федерации в отношении мужчин вынесло распоряжение о нежелательности пребывания на территории нашей страны. Дальнейший въезд в Россию этим гражданам закрыт на 5 лет. Строители наравне с археологами находят много разных предметов старины. Например, при реставрации площади Ленина были найдены фрагменты стеклянных сосудов и кусочки кожаной обуви. Однако иногда находки бывают довольно опасными. На одной из строительных площадок города при проведении земляных работ был обнаружен подозрительный предмет, схожий с противотанковой миной. О находке сразу же сообщили в дежурную часть отдела Росгвардии по Рязанской области. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники взрывотехники ОМОНа. Сотрудники ОМОН обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними учебная мина УТМ-62П. Находка не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности для окружающих. Взрывотехники ОМОН изъяли учебную мину и передали ее сотрудникам ОМВД России по московскому району города Рязани для установления происхождения учебного снаряда. В том случае, если бы снаряд оказался боевым, то его, согласно инструкциям, надлежит уничтожить. Подобные ситуации имели место быть, когда строители и рабочие находили мины, гранаты или патроны. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И учеба, и практика. В УКБ работают волонтеры из медуниверситета. С одной стороны, врачи признаются, что их помощь актуальна как никогда, с другой – сами студенты получают неоценимый опыт. Главная задача добровольцев – посещение маломобильных, пожилых и тяжелобольных пациентов. Подробнее расскажем в сюжете. Здравствуйте. Добрый день. Ничего не болит? Чего? Нет. Болит. Таблетки пью. Таблетки целые, вот у меня. Пью таблетки, чтобы не болело. Будущий хирург Леонид и терапевт Анна пока еще немного рабея пришли навестить своего первого пациента. Сейчас ребята являются студентами 4-го курса лечебного факультета Рязанского медуниверситета и по совместительству волонтерами ОКБ. Всего через несколько лет такие встречи с больными станут для них обычным делом. На этот раз ребята посетили ветерана Великой Отечественной войны Юрия Лазарева. Меньше чем через неделю ему исполнится 88 лет. Всю жизнь он провел за рулем сначала автомобиля, потом трактора. Работа была не из легких, поэтому болезни не обошли стороной. Но бодрость, духа и жизнелюбие никуда не делись. Несмотря на возраст, Юрий каждый день делает зарядку. Волонтерам он рассказал не только о своем здоровье, но и о фронте, и о том, как картошка спасала от голода. И даже сыграл на балалайке. Волонтеры оказались благодарными слушателями. Во время диалога Леонид измерил Юрию артериальное давление. А Анна рассказала о новом методе исследования, который позволяет выявить онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта на самых ранних стадиях. К слову, в поликлинике ОКБ уже воспользовались данной диагностикой более 770 человек. К сожалению, среди них есть несколько случаев подтверждения онкологии. При этом врачи говорят, что возраст пациентов самый разный. Мы пытаемся охватить как можно большее количество населения этим обследованием, в том числе и лежачих пациентов. И вот наши волонтеры, студенты медицинского университета 4 курса посещают на дому маломобильных пациентов, объясняют им, рассказывают им об этом приборе, об этом методе исследования и приносят им направление, баночки для сбора анализа. И при невозможности их самим посетить в поликлинику, они доставляют материальное исследование к нам в лабораторию. Благодаря добровольцам теперь и Юрий Лазарев сможет пройти данную диагностику. Его дочь Антонина признается, к визитам участковых врачей они уже привыкли, говорят, неравнодушные. А вот внимание молодежи, хоть и в новинку, но очень приятно, а самое главное – необходимо. Обязательно нужно. Тем более внимание оказывается. Это приятно старым, особенно человеку. Очень рады, что приходят, посещают. Во-первых, это морально все помогает. И подлечивается человек все-таки. А Леонид и Анна уверены, что данная практика будет для них полезна в будущем. В первую очередь это желание помочь, конечно, потому что некоторые пациенты, у которых нет ни близких людей, ни тех, кто за ними может ухаживать, поэтому приходим мы. Это первый опыт. Безусловно, он был полезен, потому что в жизни любого человека это пригодится. У каждого может случиться такая ситуация, что кто-то из близких может получить такой неприятный диагноз. И нужно знать, как разговаривать, как ухаживать за ним и что делать в этой ситуации. Это как-то очень важно, как в практических целях, как набирание опыта. Все-таки нужно уже привыкать к общению с больными, тем более с маломобильными, с которыми очень интересно общаться. Они все разные, к каждому нужен свой подход, к некоторым просто пообщаться нужно. Такие встречи с пациентами, среди которых есть и тяжелые, и больные, полезны не только для практики, но, что не менее важно, для воспитания, милосердия и сострадания, без которых профессия врача, наверное, невозможна. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Тепло, наконец-то, в Рязань вернулось. Дожди в ближайшие дни будут обходить наш регион стороной. Но погода опять внесла свои коррективы. Гидромедцентр предупреждает. С 26 по 29 июля на территории области ожидается жаркая погода. Местами столбик термометра поднимется до 32-34 градусов. Сотрудники МЧС не рекомендуют находиться под открытым солнцем. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok